МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На западе Казахстана зарегистрировано землетрясение, толчки которого ощущались на нефтегазовом месторождении Тенгиз, пишет Интерфакс. Землетрясение произошло 24 мая в 3 часа 3 минуты по времени Астаны. Однако информация о нем появилась на сайте центра только сегодня. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,6 балла. Причиной схода вагонов пассажирского поезда сообщением Алматы-Атрау, произошедшего 19 апреля в Атраусской области, стала деформацией железнодорожного пути в результате некачественно выполненных сварочных работ, сообщил Костак. По результатам расследования расторгнут трудовой договор с 12 виновными в инциденте должностными лицами и привлечены к дисциплинарной ответственности два сотрудника Казахстана-Темиржулы. Сход 13 пассажирских вагонов произошел на участке Сагис-Макат. Семь вагонов упали на бок. Жертв в результате происшествия нет. С 46 пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь. Полиция Казалардинской области разыскивает лжетерористку, пишет Интерфакс Казахстан. Неустановленная пока женщина накануне сообщила о якобы заложенной бомбе в здании железнодорожного вокзала. Сотрудники экстренных служб проверили здание и прилегающую территорию, но никаких взрывных устройств не нашли. Из-за хулиганской выходки на два часа было задержано движение пассажирского поезда сообщением Актубы Алматы. На полчаса задержался состав сообщением Уфа Ташкент. Прокуратура Атарарского района Южно-Казахстанской области объявила иск ТОДС Транс за разлитую серную кислоту, сообщает Интерфакс Казахстан. По оценке Департамента экологии, в результате разлива 12 кубометров серной кислоты был нанесен ущерб по более чем на 4 миллиона тенге. На 40-м километре участка дороги Башбан-Кудук, Табак-Булак, водитель ТОДС Транс не справился с управлением автомашины Синтроник, в результате чего автоцистерна-прицеп с серной кислотой опрокинулась. О том, что сегодня произошло в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Родители 4000 актюбинских малышей этим летом получат направление в детские сады. Прием документов начнется 5 июня и будет осуществляться строго по графику в Доме культуры металлургов. Прием документов будет осуществляться в течение 20 дней с 5 по 25 июня. Для специалистов отдела образования и Центра обслуживания населения установлен строгий график работать с родителями трехлетних детей с 9 утра до 6 вечера с перерывом на полуторачасовой обед. Желающим устроить свое чадо в дошкольное учреждение необходимо иметь при себе следующие документы скоросшиватель, заявление установленной формы, уведомление о постановке на очередь, справку о месте жительства, удостоверение законного представителя и свидетельство о рождении малыша. Многодетным матерям, военным и родителям детей-инвалидов следует оформить дополнительные справки. 5 июня приглашаются родители детей предшкольного возраста. Это пятилетние дети 2009 года рождения. 6 июня приглашаются родители с уведомлениями, поставленные в очередь январь-февраль месяц 2011 года. 9 июня март месяц также продолжается по месяцам до 20 июня. 23 июня приглашаются родители льготной категории. Это инвалиды первой и второй группы. 24 июня тоже льготная категория, многодетные мамы. И 25 июня дети военнослужащих. Полностью информация будет размещаться в местные газеты. Это газета «Ахтюбе», «Ахтюбинский вестник», «Эврика», «Диапазон», «Кирик-инфо» и «Ахтюбе Таймс». Таким образом, долгожданные путевки в детские учреждения получат порядка 4 тысяч малышей. По итогам данной работы общий охват дошкольным образованием «Ахтюбе» составит 78%. До 2020 года, говорят в отделе образования, показатель планируется повысить до 100%. А это значит, что все 24 тысячи детей, которые числятся в списках очередников, наконец-то переступят порог детского сада. Это, в свою очередь, станет возможным благодаря открытию новых детских садов и реконструкции старых зданий. В этом году, в данный момент, начинается реконструкция в 11 микрорайоне. Физико-математическая школа бывшая уже возвращали в прошлом году. Проектно-смертная документация готова, реконструкция начинается через месяц. Также вот недавно возвращали здание Кузе в районе Шанхай и здание Умыт, детский дом Умыт, вы знаете, в районе 8 микрорайона. Вот возвращали вот эти здания. В данный момент начинается проектно-смертная документация, готовится, и до декабря месяца производится реконструкция. Кроме того, до декабря этого года новый детский сад откроется в авиагородке. Мини-центры на полный день заработают в общеобразовательных школах в 12 микрорайоне и поселке Заречный-3. Ну а чуть позже дошкольным воспитанием будут охвачены малыши, проживающие в микрорайоне Нур-Ак-Тубе. Айсул Махмутов, Алексей Уразов, программа «Факт». Сегодня состоялось распределение квартир по программе «Доступное жилье для молодых семей». Дом номер 23 в микрорайоне Нур-Ак-Тубе был сдан подрядчиками еще в декабре 2013 года. Однако до полного завершения объекта необходимо было провести работы по благоустройству прилегающей территории. Они были отложены до наступления благоприятных погодных условий. Потенциальным жильцам тем временем предложили заселиться в квартиры, не дожидаясь их окончания. В итоге 215 семей уже стали обладателями нового жилья. Номера однокомнатных и двухкомнатных квартир сегодня отбирались методом жеребьевки. За процессом наблюдали члены специальной комиссии. По сформированным таким образом спискам участники программы смогут затем получить ключи в жилищном отделе гора Кемата. Храмтауский аграрий, который борется за собственные земли, продолжает акцию голодовки. Сегодня девятый день, как они ждут официального ответа из соответствующих органов и пьют только воду. Однако ни прокуратура, ни кто иной не спешит реагировать на отчаянный шаг сельчан. Более того, некоторых из них начальство уже уволило с работы. Продолжение темы в следующем репортаже выпуска. В этой квартире, что по улице Исет-Батыры, голодающие с прошлой недели. До зданий госорганов, куда обратились люди, рукой подать. Однако ни чиновники, ни представители надзорных органов пока не спешат к сельчанам. Глядя на это, аграрии гадают. Либо власть имущие делают вид, что ничего не происходит, либо до высоких чинов не доводят информацию о социальном волнении. Мы еще неделю назад предупредили официальные органы о своей акции. Написали в письме, что это наша последняя мера, с помощью которой мы хотим обратить их внимание на свои проблемы. Нам из областного кемата оперативно пришел ответ. В нем пишется, что наш вопрос адресован управлению сельского хозяйства. Тем временем, решение вопроса, который уже несколько лет волнует сельчан, не в компетенции управления сельского хозяйства. В этом признаются и в самом управлении, где несказанно удивились отписки. Мы в курсе этого вопроса, который сельчане поднимают не первый год. Но, признаться честно, решение этого вопроса не в нашей компетенции. Этот вопрос должен решать Аким района. Напомним, речь идет о землях жителей сел Тамды и Копа Храмтауского района, который бывший управляющий производственного кооператива без их ведома вернул в фонд государства. Позже эти участки отошли под строительство товарно-молочной фермы и теперь люди лишились и земельных, и имущественных паёв. При этом подписи многих из них в тех документах, где они якобы описывают свои земли, подделаны. Люди неоднократно жаловались в соответствующие органы. Однако результатов по сей день нет. Более того, в отношении самых отчаянных, похоже, начались так называемые меры воспитательного характера. Я работаю в компании Актеп разнорабочим. На прошлой неделе нас вызвали на работу для того, чтобы мы подписали бумаги, в которых очерняется Бакаджан-Курман. Всех вызывали в кабинет управляющего. Я отказался подписывать. Мне сказали, что я уволен. Теперь не могу попасть на предприятие. При этом уволили не только меня одного. Аграрии намерены и дальше продолжать голодать. Сейчас от пищи отказываются два человека. Не прочь поддержать их и остальные. Тем, кто сомневается в их искренности, голодающие предлагают провести анализы крови и прочие исследования, доказывающие, что они не принимают ничего, кроме воды. Поможет ли это решению проблемы – неизвестно. Акмар Алмай Кузова, Жаснан Жубаев, программа «Факт». В преддверии празднования Дня защиты детей сегодня в Доме малютки Умит было организовано праздничное мероприятие Тусао Кисю – перерезание пут. Поздравить детей приехали представители филиала партии Нуратан, палаты предпринимателей, активисты младежного крыла Жасутан. Пятеро малышей сегодня сделали свои первые шаги. Это стало символом начала нового этапа в жизни детей. В Доме малютки Умит воспитывается 68 детей. Как говорят работники учреждения, число малышей, поступающих к ним, с каждым годом уменьшается. Об этом говорят цифры. Если в 2012 году в Доме малютки воспитывалось 120 детей, а в прошлом – 80, то в этом году их еще меньше. На сегодня в Доме ребенка воспитывается 68 детей. Из них 30 детей находятся на временном содержании. Остальные дети – это дети отказные. Из них 30 детей – дети инвалиды. И это 5 детей, родители лишили родительских прав. В прошлом году после проведения подобной церемонии малыши, которым перерезали пут и обрели семью. Из дома малютки забрали близняшек. Участники сегодняшнего мероприятия надеются, что и этих ребятишек ожидает радостное событие. Сегодня в адрес всех детей прозвучали самые добрые пожелания и были вручены памятные подарки. Айшат Абрагим, Уважа Сулан Жубаев, программа «Факт». Сегодня нашему городу исполняется 145 лет. В честь этой даты в парке первого президента страны организованы культурно-массовые мероприятия. В первой половине дня там состоялся фестиваль борьбы и патриотической песни. Песни патриотического характера, о любви к родному краю, о гордости за отвагу и смелость воинов в годы войны. Тематика исполняемых песен была самая разнообразная. Музыкальные композиции чередовались с показательными борцовскими схватками. Сегодня финальная схватка борцов. В ней участвуют 26 спортсменов – мужчины и женщины, которые разделены по весовым категориям. Они были отобраны в проводившихся до этого дня поединках. Всех актюбинцев с юбилеем нашего города и для наших горожан мы хотим сегодня представить фестиваль борьбы и патриотической песни. Всем добра, мира желаю, процветаю нашему городу, всем благополучия. Фестиваль является одной из составляющих программы, которая была задумана в честь 145-летия любимого города. Вемирия Жанва Алексея Уразов, программа «Факт». Традиционными гонками на колясках сегодня решили отметить День города актюбинские инвалиды. Эти соревнования проводятся регулярно с 1995 года, и ежегодно их популярность растет. Сегодня за звание лучших вышли побороться 45 спортсменов-колясочников. Но, к сожалению, актюбинская команда не сможет представлять нашу область в этом виде спорта на республиканском турнире, который пройдет в середине июня в Талдокургане. Это наш уже устоявшийся вид спорта – гонки на колясках. Мы ежегодно проводим его, выступаем, общаемся, встречаемся с ребятами, с инвалидами, даем возможность приобщиться к спорту. Ну, что можно сказать, коляски у нас, которые мы имеем, коляски в данный момент – это обычные комнатные полуактивные коляски для соревнований на республиканском уровне, на Паралимпиаду. Нам нужны коляски, которые стоят хороших денег, очень дорогие они, от 7 тысяч евро и выше. В Ак-Тубе с очередной победы вернулись спортсмены по смешанному боевому единоборству ММА. Даурин Ермеков занял первое место в своей весовой категории по итогам чемпионата Азии. Воспитаннику Активенской школы единоборств вручили поиск чемпиона мира по ММА и диплом, подписанный легендарным бойцом Федором Емельяненко. Отличился в Астане еще один наш земляк Сергей Морозов. По результатам боев он завоевал серебро. Чемпионат Азии прошел, я думаю, для сборной Казахстана результативно. Была очень хорошая работа проведена. В первую очередь сборы. Коллектив был хороший, отлаженный. Все ребята были сильными. Многие ребята давно уже выступают. Чемпионат Азии он проходил еще в рамках М1-челленджа. Приехали многие известные бойцы. Я думаю, мы и многие наши ребята посмотрели уровень. В принципе, ничего такого страшного нет. Будем брать примеры, так же биться на таких мировых аренах. ММА является достаточно популярным в мире единоборств. В Казахстане оно было официально признано только в прошлом году. Признание ММА на государственном уровне, как говорят ребята, дало возможность вывести на новый уровень спортсменов, создать условия для того, чтобы Казахстан вошел в мировую элиту смешанных единоборств. Так, по итогам этого чемпионата, где собрались бойцы из восьми стран Азии, Казахстан занял первое командное место. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова